Снос фабрики Что осталось от предельно ткацкой фабрики «Пролетарский авангард»? Похоже, век производства окончательно ушел, и ему на смену пришел век торговли и разрухи. Прохоровская мануфактура в Вышнем Волочке – территория знаковая. Это не какое-то конкретное здание, а именно территория, в которую входила фабрика «Тоболка», в советские годы известная как фабрика «Пролетарский авангард» и фабрика «Парижской коммуны». Если второй объект немного скрыт в глубине домов, то стоящее прямо у дороги здание «Тоболки» всегда на виду. Его величавый фабриканский вид и сейчас радует глаз. Даже несмотря на то, что 15 лет в нем нет жизни, помещение разорено и заброшено. Смелый архитектурный проект по созданию в постройке 1880 года современной утопии российской Венеции канул в лето. Продолжение следует... Смелые идеи преобразовать территорию в музей воды затерялись в пыли истории. Но сейчас даже не об этом. Территория всей предельно-ткацкой фабрики «Пролетарский авангард» поистине огромна. В советские годы здесь размещались разные производства. Это предельная, расквартированная в историческом здании с предельными машинами чешской марки «Шкода БД-200». Ткацкая в помещении, выстроенном уже в 50-60-е годах. Выпускающая суровье или суровые ткани. А еще ремонтные мастерские, котельная с исторической трубой. Виртуозно сложенная из красного кирпича и механический завод. В лихие 90-е всех специалистов разогнали с фабрики. Станки частично распилили на металлолом. Небольшую часть удалось тогда продать в дружественную Сирию. В 2001-м предприятие по-тихому, как бы прощаясь, отметило 120-летний юбилей. А уже в 2003-м году здесь не осталось ни души. Продолжение следует... А с историческим зданием появились проблемы. Оно огромное и приспособить под магазины его трудно. Продать невозможно, поскольку является памятником архитектуры. Содержать или даже законсервировать не было сил и средств. Большее здание ткацкого производства в этом отношении, видимо, оказалось более правильным для вложения денег. И наверняка по тем временам небольших. А может и вовсе было отписано за спасибо. По прошествии 15 лет в его огромных помещениях стали происходить изменения. Очень хотелось бы сказать, что появился шанс на вторую жизнь. Но нет, здание просто начали сносить. Продолжение следует...